Закон о посещении родственников в реанимации Еще три года назад я начал заниматься этим законом, поскольку у нас разрешается посещение обычных отделений Терапия, хирургия, неврология, детские, это законом разрешено и все допускается А в отделение реанимации интенсивной терапии просто не пускали И можно было пройти, только если главный врач разрешил А возникает случаев очень много, но, во-первых, чисто по-человечески Если ребенок, который никогда не видел ни врача, ничего, прооперировали И привозят в палату капельницы, аппараты и так далее Мамы нет, это страшно, у него стресс Также, например, даже если человек в коме, когда с ним говорят родственники, он быстрее выздоравливает И вот эта гуманная среда, когда близкие стоят, во многих уже странах давно это есть И разрешается допуск и все У нас, к сожалению, такого не было И боялись, вдруг что-то не будет, вдруг что-то мешать и так далее Сейчас закон уже принят В реанимацию допускается Я сегодня даже был у нас в Павловске районе В реанимацию там все допускается, работает Открытая реанимация уже во многих городах работает Там допускаются родственники, допускаются близкие Также надо иногда просто оформить доверенность Или даже завещание, или что-то еще То есть представители Бывают сложные и важные вопросы Конечно, конечно Это крайне важно И разрешение посещения реанимации Оно ведет к тому, что все, как бы они Кто посещает, да Они же помогают выздороветь Если надо, допустим, иногда нехватка там Санитаров или там уборщиков Убрать даже Помогать в этом деле Да, ухаживать за больным Конечно И выздоровление идет быстрее А как это выглядит? Вот сразу, Николай Федорович, все-таки Сейчас что требуется от родственников там? Заявление составить? И вот как они могут круглосуточно там находиться? Нет Пока идет речь только о посещении То есть не пребывание, а посещение пока идет Хотя мы хотели и пребывание сделать Но пока посещение Значит, там правила реанимации посещений Значит, что у человека не должно быть там температуры Во время эпидемии нельзя там гриппа Или там других нельзя посещать Человек должен надеть там бахилы, маску и проходить Вот, это основное Если там в это время, допустим, проводятся какие-то реанимационные мероприятия Да, там или искусственное дыхание делается Что-то еще, то в это время нельзя или нужно выйти То есть правила довольно простые В остальное время можно И здесь никакого заявления писать не надо Правила посещения и порядок разрабатывает Минздрав Они, в принципе, уже практически готовы И это очень серьезно повлияет еще на одну, так сказать, составляющую Сейчас реанимации довольно тесные Строились, там скученность большая Зачастую Места нет элементарно Места не хватает Оборудование новое, современно поставили Оборудование Второе, допустим, пациенты, как правило, лежат голые Чтобы легче там в вену войти И все это остальное Тут потребуется ширм нету Ну, чтобы отгородить Там мужчина голый, женщина голая Допустим, лежит так вот Ребенок здесь вот такой, здесь получается, знаете, как куча мала И здесь вот потребуют сейчас Когда строится новое дело, больше реанимации Делать реконструкцию существующую в больницах Увеличивать площадь реанимационных отделений Позаботиться о наличии легких ширм Чтобы отделять, так сказать Одно больного от другого Пол от другого отделять Допустим, для, все-таки, это же люди лежат Не просто тела А именно люди, граждане Конечно Значит, нужно вот эти вот такие сейчас делать Как бы вот на таких, будем говорить, резинках Покрывало такие специальные Не покрывало даже, как типа вот рубашка Костюм, да, рубашки сзади застегаются Балахон, который вот, допустим, на липучках Вот на липучках закрывается Вот это тоже надо И легко можно снять Да, легко можно снять и все То есть это вот потребует определенных усилий Со стороны руководителей Вот, оборудование новое И я думаю, вот, введением как раз Когда этого закона Значительно улучшится ситуация Будет снижаться смертность Николай Федорович, все понятно О следующем законе, тоже очень актуальном Сейчас его тоже обсуждают Который был принят Это закон о диспансеризации Это, я так понимаю, что закон Который позволяет людям один раз в год Прийти к работодателю и попросить день Чтобы пройти диспансеризацию Это так я своими словами пересказал, да? Все правильно Это поправка в трудовой кодекс Которая вводит обязанность работодателя Выделять в году один день Для прохождения диспансеризации Смысл в чем? Почему я этот закон написал? У нас огромные средства Тратятся на диспансеризацию Просто огромные средства Но при этом Пенсионеры смотрятся Дети смотрятся Школьники смотрятся И так далее А вот работающее население Которое, оно не попадает Потому что их работодатель Не отпускает в это время Конечно А у нас сейчас вот тоже Какая одна из главных проблем У нас очень высокая в стране Заболеваемость И когда вот говорится О необходимости увеличения Продолжительности жизни Вот президент поставил Такую амбициозную задачу Чтобы до 24-го Увеличить на 6 лет Продолжительность жизни Это очень серьезная задача Таких планов Не одна страна Многие страны Которые там увеличили Продолжительность жизни До 78-80 Шли 15-20 Затут за 6 лет И очень много Зависит от раннего Появления заболевания Потому что человек Ведет там Нездоровый образ жизни Курит Или вредные условия труда Так Или питание И так далее У него возникает заболевание Но их рано Особенно онкологические заболевания Надо рано выявлять Потому что Та же онкология Рак он Когда Сам по себе Не так страшен Страшен рак Когда это уже Третья-четвертая стадия Та уже помочь Очень сложно А в ранних стадиях Это излечимо Все Дальше Профилактика Инсультов Инфарктов И так далее То есть Здесь очень важно Вовремя обследовать Тоже найти Сахарный диабет Там довольно простые вещи Язву Там желудка Или все Теперь Любой человек Может раз Совершенно верно Попросить у работодателя Этот день В любой развод Проводится диспансеризация И я вот Считаю Что в первую очередь Надо делать диспансеризацию Работающим И особенно мужчин Потому что у нас К сожалению Смертность мужчин Примерно в 3-4 раза выше Чем в Европе Особенно трудоспособного возраста Те же вот бывают водители Часто бывает Вот водитель заснул за рулем И ударился Катастрофа Почему это Бывает засыпает за рулем Или бывает остановка сердца Так Или допустим Когда Графика такой работы Люди не обследованные Некоторым может быть И нельзя Работать Вот Водителя в такой ситуации Допустим Когда сердце Нарушение ритма Или что-то еще Поэтому вот Это не прихоть Это очень важно для людей Это обязательно Это практически обязанность Сказать человека Разгот Сходите Пройти диспансеризацию Должен заботиться Своих работающих Не просто выжимать Из них соки Как бы Работай Работай За небольшую заработную плату А ты должен заботиться Если хочешь Чтобы производство Было И люди Старались Вложить свой талант Ум Время В выпуск Хорошей продукции Поэтому это очень важно А для людей Это ранние Заболевания Вовремя Получил лечение Человек будет жить Долго Поэтому это сейчас Очень серьезно Очень важно И Даже медицинские учреждения Будут подстраиваться Под то Чтобы Прежде всего Работающее население Обследовать Николай Федорович Очень важные Социально важные Законы Вы Создали Буквально Да И Самое главное Что эти законы Приняты Это очень важно Они теперь работают Действуют И Работают На благо Наших жителей На благо Нашего здорового населения Большое вам спасибо Удачи И до новых встреч Спасибо Я напоминаю Что у нас в гостях Был депутат Государственной думы Академик Ран Николай Федорович Герасименко Спасибо за внимание До встречи